аудитория не моя но тем не менее значит сейчас я могу сказать что повторяя слова петра какой патентанты только армию имеет одну руку имеет о которой флот и две руки имеет так вот и я тоже самое хотел сказать это можно сказать что какой патентант только ленинград имеет одну руку имеет так еще и санкт-петербург это дверки вот и все и через вот такой подход мне кажется я и сказал что нужно искать здесь баланс то просто нужно что это противоречит до сих куда энергия есть ресурс я хотел две копейки дабы еду в метро вижу плакат призывающий говорить как петербуржцы дам приятная такая величавая и семь слов семь слов как правильно говорить шесть из них англоязычные да вчера был взрывайс чип там одно русское слово нанотехнология говорите как петербуржцы и вот пацан сидит здесь читает по слогам его маму и он ци эти но никак не может произнести вчера очень хорошо был момент рассказать что русский язык не помню или владимирович говорили но вот их группа что русский язык конечно невероятно богат 7 миллионов слов и так далее но он отстает от меняющегося времени и становится плохим английским потому что но английский каким-то образом успевает за быстрым изменением технологии и русский язык приходит поток англицизм что указывает на то что язык в общем более дело в том что английский язык у нас одно слов приходится полтора десятка различных смыслов они не вас они после недостаточно точно русский язык просто более точно мы можем сколько угодно хвалить или ругать свой или чужой язык вопрос остается другой если изменение это заставляет в данном языке использовать чужие обозначение но это их еще привел к болезни языка и вот нужно лечить в советское время было другое развлечение у меня просто пара философа слушай жена она москвичка он ленинград они до крепоты спорили как правильно говорить шеворот на выворот или наизнанку ручка или вставочка ластик или резинка оказалось что в петербурге один набор в москве другой бордюр и паре под маршрут под этим спором черту москва-питер в питере говорят тротуар а в москве бордюр один смысл ты принципиально не взял какой о том как изображать множественное или это самообъемное время это был принципиальный спор вчерашнего дня значит я надеюсь что сегодня удастся в этот вопрос мне было нигде не освободить это негде если бы удалось этого получить что-то больше чем всего хронная история я в зоне управления временем поставил бы вот это возникающее противоречие об этом думал но я ничего не могу о нем сказать кроме того что по этому поводу был спор я все это помню и слушаю понимаю важно но мне в этом видят и еще пока не упаковать надеюсь сегодня удастся я это не взял не в смысле не хочу а в смысле пока не могу сделаю ты хроностратегию поставил мне на правильное место да наверное сначала надо все-таки заслушать хроностратегию которая действия предполагает какой-то а не хроноисторию которой текст полагает я поставил там хроноисторию а хроностратегию еще не ставил а ты говоришь про сборку а мы про программу сегодняшнего дня что хроностратегия оказывается 8 часов вечера да как-то слегка спокойно нет не спокойно на председателя возбудили все продолжаем мероприятие это мы опоздали у нас время более сейчас сделаем ротичка так паузе у нас первый ролик ну да действительно зачем вам знать конституцию страны где вы живете зачем знать свои права и свободы вам достаточного по звукам лодки шепотом поговорить на кухне о власти и ее несправедливости о олигархах присвоивших национальное настояние наши футболисты не только не умеют играть но и не могут исполнить гимн собственной страны государство возникло в результате общественного договора чтобы обеспечить свою безопасность сохранить порядок и территориальную целостность чтобы каждый гражданин имел определенные права и свободы мы собрались и создали государство выбрали в нем ответственных лиц и предоставили ручки управления согласно конституции но вдруг что-то пошло не так и государственная машина в какой-то момент сошла с рельс своего предназначения и начала паразитировать на теле своей страны а теперь пройдемся по некоторым статьям нашей конституции все равны перед законом и судом каждому гарантируется свобода мыслей и слов гарантируется свобода массовой информации граждане российской федерации имеют право собираться мирно без оружия проводить собрания и митинги и демонстрации шествия и пикетирования материнское детство семья находится под защитой государства нуждающимся в жилище оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных фондов каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного основного общего и среднего профессионального образования в государственных образовательных учреждениях государственная защита прав и свобод человека и гражданина в российской федерации гарантируется никого не напоминает как вам донести что это наша страна что чиновники это служители народа а не народ у них в послужении прояснитесь гражданина переходим к следующим загназам выводя профессор отлично заставка супер а цитаты вот эти были это из вот этого проекта институции который там был предложен а если это не нужно можно переводить рисунок я хочу сказать что тема войны отводить меня очень сильно задела женщина и с русского феникса с первого русского феникса не давала покоя и вот что получилось вот такой подход переделась презентацией на много раз сегодня ночью потому что она очень истеричная эмоциональная и вот утром она стала наверное более у меня подлечена если так можно сказать на руку нам покажет что ну вообще первоначально она называла война в родительской женственности от независимости в нашей жизни вот ну вот вот руководителя тема изменилась ну вот здесь вот мы видим те противоречия которые были обнаружены на русском фениксе мне кажется очень что постер это глубокое визуалит мы выживали как могли вот картинка я не смогла найти значит значит да нашла вот только гибель с многими катечественной войны вот было предположение Сергея Борисовича что обнаружена социальная машинка состоит в которой гибели дети и обиды на мужчины и вот у меня еще возникло то ощущение что именно в то время произошло как бы знаете сказать задабливание вот чего-то живого женского что вот оно как бы жертва в угоду мужского мира я не знаю как это объяснить это какие-то такие ощущения вот которые пока во мне бродят вот ну вот я хочу сказать я не стала в этом в средневековье вот взяли то что был совсем недавно как бы женственной женщиной и как вот она становится мужественной женщиной вот начало 20 века революции ну вот очень видны эти вот такие плакаты женщина в силу своей гибкости податливости очень ну взяла от себя большую функцию защитника потому что она мать у нее дети вот и нужно каким-то образом выживать у нас поэтому в силу того что мучильмана ей приходится каким-то образом выживать кроме этого все мы отлично помнят что в советское время у нас не было обращения суда барышня а вы обращение к женщине как женщине строя ну вот здесь я нашла такие плакаты где тоже можно очень четко ясно видеть что то здесь нет такого чего-то женского а здесь поразглашается мужская функция женщина строитель женщина защитник должна обладеть обладеть техникой женщина обладеет авиационной техникой до Великой Отечественной войны когда мужем было оставить Советский Союз и как бы все силы поверили на это а время силы детей об этом не думали думали строительство государства сделать пятилетку за три года а дальше значит ну перестройка у нас случилась вот опять же пока там но мужчины они более статейно консервативные и женщина ну сами помните грехи 90-е женщина берет за себя мужскую функцию я не говорю что как бы все женщины но большинство отлично помню женщин чумочников с этими слюнками и все такое вот но и текущий момент значит и сейчас вот недавно смотрела тоже что как бы быть деловой леди модно-феристично различные там конкурсы женщины вводы бизнес вон женщина значит не знаю там лучший там работник в какой-либо сфере промышленности тоже сейчас это есть вот и с этим получаем лошадь лошадь 33 гастря прогресс вот здесь очень понятны Кроме всего прочего, как бы вот такое задавленное внутри страны, я вижу, ну, я не западная, кроме вот внутреннего характера, еще внешнего. Ну, женская мансифация, всем понятно, да, женщины разглашали в своих правах, но они говорили, что мы, как мужчины, и мы хотим, ну, на мужскую территорию тоже как бы завалевывать. Вот, женственные женщины, мужественные женщины, а значит, ну, вот, женщинам удобно носить мужскую одежду и брюки, метр сплавы, что мы очень чистенько видим, и происходит вот такое, скажем, стирание различий мужского и женского на мотивах уродов. Что сейчас уже на Западе? Вот такая вот цинчка. Ну, легализация брака мужчины и женщины, как мы знаем. Вот, вот, кстати, я недавно читала «Плавочутки детские сады», где девочек учат пользоваться инструментами, мальчиков, значит, учат пользоваться косметиками, которые наряжают в одежде, там, плинцессы, учат играть в куклы, ну, и различные, и детская литература, и его союз. Сейчас частями возникают такие, как бы, обсуждения, и уже какие-то решения принятые, граничивая литература, где показано в традиционной семье, что вот мама занимается воспитанием детей, вот, и, а папа ходит на работу, что, как бы, нужно равенство по полу, вот, что это, ну, как бы, мужчины и женщины едины, они равны, и это нравится, но все тоже. Образование войны пройдет, вот, то, как я это видела, ну, женщина оказывается рожать, женщина с ребенком оказывается рожать второй последший брак, вот, в Дмитровграде я знаю достаточно количества семей, где, ну, люди приходят второй, третий брак, и у женщины уже есть ребенок, и она говорит своему мужчине о том, что, ну, извини, дорогой, я, как бы, не буду рожать, потому что у меня же есть ребенок, и я его родила на себе, а то, что у мужчины не наследник, и он тут еще и сильно волнует. Это твои проблемы. Да, это твои проблемы, да. Кроме всего этого, в рулении войны пройдет я вижу манипулирование женщинами и мужчины, ну, и это очень акцент поддержки средствами массовой информации, зайдите в любой книжный отдел, там, психология, как видите, мужчин веревки, как там. Домашняя книга стерва. Да, и всякие бинары, пенинги, как быть, женщины стервы, как, значит, вот там, вот каблук и же с ними. Отличный момент. Привет. Да, это как правильный момент. Женщины. Да, и вот тоже судебные решения, тоже в битвократе знаю несколько семей, когда вот, ну, у меня мужчины, я вот располагаю, потому что мне доверяются люди, и вот мне мужчины очень достойны хорошей личности. Я не знаю, почему так идти с такими женщинами, где-то вот пять семей через меня так прошло, когда женщина… Ну, это явно не связано с тем, что у нас очень странные суды. Дело в том, что правильное следует, если ты оставишь ребёнка с мужчиной, и что-то произойдёт, судье будет виноват. А если ты оставишь его женщину, что-то произойдёт, и судье виноват не будет, потому что это общее правило. Там это, скорее, ситуация инерции, чем войны. Вот, и сегодня ночью я вспомнила, что я знала это стихотворение, нашла в интернете. Мне кажется, что вот именно вот этот женский мир и живое время то, что было задавлено не залить, вот оно как бы очень чётко в этом стихотворении прослеживается. Бережневый хрупок, он точно не занял, я не помню. Это же тот же мир, только с другой стороны. Так война же и есть война, поэтому как-то... Та же картинка, только в профи, это правда. Ну вот здесь, значит, картинка у меня в институте международных делиц. По-моему, они такие видения, что там, ну, учили им на женщин заниматься не женскими делами, вот, а это, ну, с реальностью, там они тоже так, ну, с реальностью. Тебе не кажется, что это все плите лихо? То есть, оно-то, конечно, да, но надо делать как-то, например, принципиально новых оснований. Вот... Это самое решение, но это и проводит. Ну, ты, ну, ты, ну, не пойдёшь на рюкзак, только, ну, там, если что, на коня. Ну, естественно, не пойдёшь. Я один и говорю. Я покажу, что и галку, и галку, и галку, и галку. И, ну, я не говорю, что, в принципе, в большую в мире, не исключая западных стран мужиков, дипломатическую подготовку. То есть, совершенно невероятно в уровне. Потом приезжающие западные дипломаты удивляются. В каком плане? Что идёт какой-то вечер, там, женщина-хозяйка дома, всё угощает. После чего совершенно неожиданно начинают с ним обсуждать очень тонкие вопросы политики, демонстрируя не просто понимание вопроса, а профессиональное им владение. А на следующий день они понимают, что от результата этой беседы на вечере с хозяйкой дома зависит то, что завтра будет решать министр странных дел, к которому они придут по тому же вопросу уже всерьёз. Но решать это будет вечером и с девушкой, и с женщиной. И это очень интересная особенность. Россия готовила женщин, как профессиональных дипломатов, никогда не имеющих никакой официальной должности. Это была особенность именно Российской Федеральной Империи. Сергей Иванович, если б только. Как раз Илья Николаевич, поэтому над этим дело посмеивался, он был чистым демонстром со всеми. Поэтому это такое, даже не уродливое что ли, это шарш. А реально именно эти салоны принимали дазовое решение? Нет, получается квази-штабная работа. Квази-штабная работа. Ну я имею в виду, женщина и семье же действовала. Слава, в том числе, вы не закончили ещё на поле. Очень, если замерил тезис Владимир Петрович, что Россия как бы неизначальный образ, что Россия как Богородица, как Богоматерь, как Мудрость. И это же, как бы, нового порядка, потому что всё страдает с нами. Это Никитина Шаломьева. Ну вы сказали... На что ветра? Позвонят на меня. Без копирения это повторюсь. Ну сейчас таких проявлений женственности практически нет. Вот. И вот где выход? Где выход? Ну возможно там это... Не знаю. Часть какая-то... Вот. Вот мне почему-то очень чувствует, что вот именно эта задача России, что нужно обратить внимание на женственность-женственность. Вот. Остальные партнеры, мне очень этого хочется. И вот Россия, вы понимаете, как там-то она женского рода, есть, чувствует этот потенциал, и у нас ещё не до конца зашили на Москве, как в Европе, в Америке. Ну всё с независимо. Есть дополнение. Я бы ещё обратил внимание на противоречие, что мир мужской, то есть мир сейчас строго мужской, так? Да. Но при разводах детей отдают матерям, и в семье, в семье мир женский. Ты посмотри на эти. Да. В семье воспитания мир женский. Дети, выходя из семей женского мира, попадают в мужской мир. Из чисто женского они попадают в чисто мужской мир. Хотя раньше они попадали из более-менее сбалансированного в чисто мужской мир. Дима, это у тебя, Коли, вопрос или ты чего? Это дополнение. Ну, на самом деле у меня тоже есть... Секунду, у тебя что, дополнение? Да, тоже дополнение. Вопросы сначала. Вопрос? Ну, как? Ну, ты спроси. Вопрос. Дополнение в форме вопрос. Оля, а почему вы... Вопрос. Вопрос. Почему моё предложение о том, что мужской мир начался в в Мезолите, а в Палеолитис, потому что человеческая цивилизация прошла по технологическому пути развития, да? Почему это не было включено в презентацию? Не могу здесь... Вопрос. Не хочу. Да? Так сегодня что надо? Может. Следующее. Я думаю, что правильный ответ на этот вопрос следующий. Поскольку группа наша более-менее начала разбираться в том, что было в Мезолите, и пока мы в Палеолитис не верим, поскольку он не разбирается. Поэтому всё, что касается того, что было до Мезолита, мы называем Мезолитой. Не уточняя конкретно дату. Сергей Борисович. Значит, ну, какие здесь есть дополнения и уточнения. На самом деле, всё как это... Не так плохо, как нам кажется, всё как всегда, гораздо круто. По поводу того, что говорил Оля о двадцатом столице. Ну, вот том, что происходило. Там было два момента абсолютно разных. Нужно иметь в виду, потому что ты их смешал, а она опасна. Первый момент. Это довольно циничное использование государства всех доступных ему ресурсов. Это мужское государство, которое цинично обнуть любой ресурс, который у него есть. Хоть женщин, хоть детей. И это действительно та цепочка, которая шла от Мезолитической конструкции. Кстати, это тоже не я, как я областью Африкановича. Он сказал, что не я это Соломев, но это не я это Шиба. Это политика, позиция понятна, была вторая линия. И вот она гораздо интереснее, поскольку, если искать решение, его надо искать здесь. Я имею в виду то, что ты говоришь о перестройке и о том, что было после этого. Перестройка привела к страшнейшей депрессии. Насколько я понимал, психологически у женщин депрессия и хуже, чем у мужчин, и дольше, чем у мужчин. И глубже. И глубже. И хуже, и дольше. Но картинка следующая. Так получилось, что в мужском мире женщина изначально имеет позицию взрослого. То есть, грубо говоря, да, у меня депрессия, да, я еще сумру, но у меня есть ребенок, у меня есть муж, который второй ребенок. И я как-то им должна накормить. Момент долга – это момент, отличающий взрослого от ребенка. Взрослый не может сказать, а мне наплевать, я говорю, что у меня депрессия. Разница в том, что по какой-то интересной причине, которую неплохо бы вскрыть здесь. Мужчина может сказать, у меня депрессия, я ни хрена не буду делать, и катить все пропадом, и как это, меня все обидели, пускай вам всем будет еще. А женщина этого почему-то сказать не может. Помните, я очень с временем, мне нравился страшный сериалчик, один из наших сроссистов, когда я был в момент, я говорю, знаешь, что разница между мной и тобой, генерал говорит лейтенант. Очень большая точка генерала, да нет, это простая, ты еще что можешь сказать, вот это своему начальству. А я своему уже нет. Вот эта вот ситуация, почему-то женщина не может этого сказать, это важно. Но вопрос не почему она не может. Вообще люди должны становиться взрослыми и понимать, что они много чего зависят. Но почему мужчина считает себя почти в любой ситуации, в правильной, смотрите, на истерику, на депрессию и на скандал всегда считает себя в правильный мужчина. Женщина считает себя в правильный скандал, но не на депрессию, не на истерику. Я имею в виду истерику не локально, а вот, там полгода я ничего не делал, меня истерика, меня мир обидел, они так устраивают. Я говори за свой собственный опыт, поскольку ни один был там находился. Я вот думала, что я только инопланетянка, нет, мой муж тоже инопланетян. А что он плохо делал? Где он это все видел? В каком окне? Вот этот момент, я бы на него просто обратил внимание, потому что это вопрос инфантилизма. По какой-то причине мужчины никогда не становятся до конца взрослыми. Да слава Богу! Владимир, ты каждый кто послал? Для того, чтобы с темой разобраться, надо снять некоторые мифологические вещи, в том числе, которые мне приписывают. Это вы писаете, значит, да? Вы заправляете. Значит, есть, во-первых, слой, связанный с мыслением творчества и со всем прочим интеллектуальным слой. И там у женщин очень важно свое внос. Это не мужской, это сейчас почему-то считается мужским. Хотя женщины там являют очень ключевая точка, связанная с пониманием, прежде всего, с определенными типами рефлексии и так далее. И отсюда вот та возможность воспитывать женщин-дипломатов реальных. То есть нельзя рассматривать женщину только в слое бытовых и сексуальных отношений. Это первое. Второе, опять же, миф. Вы же понимаете, что женщины наиболее жестокие, когда касается делами их детей. Решения жесткие принимают женщины, в вашем случае. И миф о том, что они всегда сострадательные, добрые и так далее, это миф. И не только детей. Порядок, хозяйство, это все женские те самые характеристики. И мусора в мире было бы меньше, если женщины этим занимались. Ведь планета не убрана, государство не убрано, порядка нет. Мне кажется, что нужно просто вот эту чисто связанную с линией семейно-любовных отношений оставить как важную, но включить то, что касается фундаментальных. О способах принятия, о восприятии мира и способах принятия решений в мире. У меня просто коротко реплика по африканам еще. Я бы сказал здесь следующий момент. Четко разделяя понимание и исследование, что важно, действительно нужно сейчас придумать нормальный, придумать, инсталлировать организационно нормальный способ. Потому что, с моей точки зрения, сейчас настолько сильное подставание понимания в мышлении идет, ну, в смысле, в познании, что у нас, скорее, роль женщины здесь действительно с другом недооценивается. Кстати, во-первых, кроме понимания... Я понимаю, я же просто указал. Нет, нет, я имею в виду, что кроме понимания еще момент связанное. Почему, например, хотя это не делается, но формально, собственно, по поводу самолетов и кораблей, Советское Союзство был прав. Женщина имеет гораздо более точное движение, в этом плане тонкое оперирование ей удается всегда лучше, никуда отсюда не деться. Да, мой сотрудник был на авианосце. Снайперы, пилоты и так далее. Он был на авианосце, он генерал и руководитель организации общественной. Американцы, пять таких людей, в течение дня свозили на авианосец, который стоял возле Италии, возле Сицилии, и обратно. И что его поразило? Ну, авианосец Enterprise, по-моему. Сици Enterprise в связи с аналогами. До сих пор. Сколько ему лет уже стоят? У штурвала стояло негритян уже 25 лет. Она до сих пор не стоит. У штурвала этого гигантского корабля стояла девушка. Ну, в рубке управляла. Я штурвал употребил. Он был страшно удивленным, но сказали, что она с этим лучше справляется. И у джойстиков рули под рули, кто же нужен? Держи себя в руках и политики. Ну, что вы не даете Славе сказать-то? Скажем так, я довольно-таки долго интересовался этим моментом. Потому что мне предъявляют претензии, других слышал. Поясняю. Кстати, поправка. Война от Хакиты все-таки это уже не алита, чем не алита. То есть это переход. Когда появилась война, это не алит уже закончился. Так вот. Исторически это зафиксировано в пьесе «Арестея у грехов». Нет, я имею в виду исторически, это вот когда люди начали убивать друг друга, это уже не алита. Ты говоришь сейчас твою точку зрения. Так и говорит себя. Ну, скажем так. А как они тогда друг друга ели? Совсем древние времена? Нет. Вроде как не жили. Было единое везли за лет. Я думаю, что важно поставить галочку в нужное место. Да, детей убивали, это их, в смысле, убивали до кого? Мужиков. Мужик не может серьезно относиться к реальности, где его вот завтра убьют. Он отстранен от этой реальности. Он к ней относится несерьезно. Он не может серьезно относиться, потому что для него это психически тяжело. Мужчина имеет серьезное игровое отношение к реальности. И не может вот так вот. Серьезно. Почему отказывается? Во-первых, мужчинник законно нечего внимать. Серьезно. Потому что он водичек. Было так? Можно еще. Стоп, стоп. Ты еще что-то есть? Мы не спустим. Далее, поскольку он может сказать, вот я решил так. Поэтому вот это иногда, в том числе и для женщин, становится очень внезапно. Далее. Мой личный опыт показывает, что женщина будет очень четко, жестко манипулировать мужчину. Чтобы решение принял вот он. Я-то не виноват. Но я его заставлю. Это перенос ответственности. Переброс ответственности. Да, есть такое, если позволяйте. Если что, виноват. Виноват. Абсолютно. Манипулирование – это не половой вопрос. Манипулируют и те, и другие. Мужчины меньше. Так поступают. И мужчины, и женщины. Да, ну господи славяй. Дев меньше. Вы посмотрите. Господа, ну не так поступайте половой вопрос. Успокойтесь. Все взрослые. Относительно. Уже объяснили, что не все. Женщины молчат. А это скрытая манипуляция. Даже скрытые сплетни, мужики, последние годы, отличаются гораздо больше. Я не слышал никогда, что тетки столько сплетничали, сколько курилки там сидит. Ой блин, да у нас тут то, да у нас это. Так и хочется врываться. Значит, как у нас женскую курилку. Понимаешь, вот по виду, как мужики, это не курилка мужская. А перемещать надо в женский туалет, блин. Лена. Да, на мой взгляд, когда говорят о мужчинах и женщинах, очень путают понятия. Ну, по которому возникают цели, задачи и инструменты у мужчин и женщин. Подменяют очень сильно то из них задачи. То есть, на мой взгляд, цель у мужчины и женщины должна быть одна. Сейчас в нашем мире, ну, с моей женской души зрения, часто мужчинам цели приписывают, а женщины оставляют на уровне задачи. При этом и задачи мужчин и женщин должны расти из одной общей цели. Допустим, для семьи желательно, на мой взгляд, иметь какую-то общую цель и уже распределять задачи. Если говорить о вот мужских и женских территориях и делах и так далее, мне кажется, что, допустим, раньше, я не знаю, когда это и когда оно было, из-за ограниченности ресурсов временных, там каких-то жизненных и прочих, любых человеческих ресурсов, мужчины и женщины поделились задачи в соответствии с тем, какими инструментами они обладают. Отличия и управленные инструменты. Сейчас, когда человек сам растет, у него ресурсов, возможностей получается больше, и мужчины и женщины, их территория начинает перекрываться. И получается, что женщина, например, та же и мужчина, она, когда ее вот эта сфера возможностей перекрывает сферу возможностей у мужчин, мужчина, что такое? То есть появилась женщина, если ты появилась на той сфере, где раньше занималась я, то ты пользуешься умальными инструментами. И отсюда появляются вот эти мужественные женщины. Но при этом женщина, она уже просто имеет возможность прийти и заниматься теми делами, которыми занималась мужчина. Но должна лучше, если она будет делать это женскими инструментами. Здесь пример как раз про политику женскую. Ну это манедерский взгляд, по-моему, он совершенно нечеловеческий. Какие цели? Про какие цели вы говорите? Ну вот сформулировать четко цели… А зачем цели мужчинам и женщинам? Да, все разбегаемся в раздне. Что за цель мужского существования и женского? Это манеджерский разговор. Он не имеет право на существование, но он очень поверхностный срез и искажающий основу. Ну да, типа планета мужчин, планета женщин, но у каждого своя цель. Это так? А на плане встречается? Ну да, как-то. Да и по-моему, кто-то, 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 кто-то. Все игры, они, как правило, распространенные, они, скорее, мужские. Мужчине более свойственно моделирование реальности, отношение к ней не серьезное, игровое. Отсюда может быть и нежелание видеть ее как каковую, а, собственно, участвовать в этом как в игре. Тогда мужчина моделирует реальность и не серьезен в действительности. Женщина моделирует действительность и не серьезен в реальность. И тогда нормальный цикл получается. Вопрос не обвинения, а вопрос просто функционал развития. Это взаимное дополнение, не отдельно мужчина и женщина, а общий. Это не сумма, это единица. Тогда подойдет? Забывают, забывают, что у женщин игры не менее мощные. Не, а почему не менее мощные, но они в действительности. Шопинг? Визик. Шопинг — это игра. На нервах мужика. Но она не объявляется как игра. Как это не объявляется? Нет, объявляется. Все, все, все. Все, добро. Два момента, чтобы обратить внимание. Первое, на классическую цитату из Толкиера. Типа, а когда-то даже гномы и эльфы могли жить в дружбе. Я не слышал, чтобы эта дружба прервалась из-за гном. А я не слышал, чтобы эльф. А я сказал, что эльф регулярно слушаю ту и другую. Я имею в виду, что совершенно понятно, что данная ситуация точно не зона для уплевок. Ну, конечно. В том, что эльф за и ламп. Это как бы первый момент, который я хотел бы посмотреть. Второй момент, он очень неприятен. Понимаете, в чем суть проблемы, если ее начать искать в зоне суть? Вопрос заключается в том, что мужчина, я имею в виду тот, который получил нормальное мужское воспитание, имеет нормальный мужской взгляд на мир, характерный для себя. Независимо от своего типа, даже Бальзака, я говорю, даже это существенно, потому что я сейчас по наполнению не буду говорить, в конечном счете внутри себя всегда имеет позицию Наполеона. Сначала вяжемся в бой, а там посмотрим. То есть, вот это вот очень нормальная практика мужчины. Мы не знаем, чего там, вяжемся и посмотрим, что получится. Когда тот же Волков там прыгает со своим парашютом и лыжами на неизвестный склон, он точно не знает, что там будет, что он поломает себе, пока дойдет до конца. Ему хочется посмотреть. Почему хочется? Интересно. Первый компонент. Адреналиновое опьянение. Второе. А мужики адреналина болят в большинстве своем, хотя не все. Это второе. И третий момент. При этом чувствуется в большей степени мужчина. Дело в том, что тогда выделение адреналина, одновременно выделяет и восстановит для людей всех полового гормона. Он сечет гораздо больше мужчины после этого. И это его внутреннее решение, его интенция вполне нормальная. В чем это касается, неважно чего, спорта, политики. Влезть в войну это тоже совершенно нормальная ситуация. А что интересно, что посмотрите, что получится в конечном итоге. При этом он говорит, но я же собой рискую. Я не понимаю очень простую решение, что для женщины и мужчины всегда собственность. Внутреннее. Это то, что рассказал нам Исиков подробно в свое время. Собственность для нее как ребенок, так и муж. Собственность не в плохом смысле, не в капиталистичном смысле. А в том, что это кусок ее и ее части. И поэтому, когда она говорит, да я же рискую только собой. Для нее это на самом деле достаточно сильное ослабление. Потому что рискует собой, она рискует ее участие. И ее обратно, кстати, особо и не спрашивает. Но при этом, извиняюсь, с этим связано реально мужское существование. Она так живет. Ситуация у женщины заключается в том, что любое изменение мира должно быть оправдано тем, что без этого станет хуже. Поэтому припертая к стене критическая ситуация, женщина будет траться гораздо лучше мужчиной. Это правда. Но для нее картинка, давайте поменяли мир, вдруг получится интереснее, внутренне совершенно не имманентно. И это уже ее женская, она не адреналиноболика, она не идет на это делать. Самое интересное, что это в общем сложно примирить. Это не примиришь ни в схеме унисекса, поскольку они реально различны здесь. Но это не примиришь в варианте женско-мужского воспитания. Потому что в данном случае обе стороны, поскольку находятся в реальной связи и в жизни существуют только вместе, естественно имеют некое собственность на стороне. Ситуация никуда отсюда не делится. И в этом плане, я согласен с тем, что войну вызвал конкретное развитие нашего человека, это технологическое, о чем мы говорили. Это верно. Но конфликт изначально был заложен. Между прочим, Сережа, два слова, потому что это все дано. Вот то, что я говорил о Ристеи, когда было зафиксировано идеологически доминирование мужчин над женщинами, оно было связано с правом исследования. Аристеи. Ористеи. Ористеи. То есть, собственность в перевернутом виде. Собственность в перевернутом виде, да. Право наследства было отдано мужчинам, так как родственные связи были объявлены только по мужской линии, а женщина была объявлена случайным сосудом мужского семени, не имеющая права на наследование. Пашня, в которую растет землю. В смысле бразда. Я даже помню, что это все еще было. Артем, скажи, пожалуйста, у тебя отдельность свою... Получится уже как дополнение. Дополнение. Тогда Артем потом делал. Ну, так вышло, что получается, что мужчина живет в будущем, то есть, все важные решения в истории по большому счету принимали мужчины. Кто, кто, кто? Все важные решения в истории... Где, где, где? Что, 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 что? Конечно, написано, что решение принимал Перикл. А Ашпазия, понимаешь, просто где-то там. Ну, а вот сейчас... Ну, не помню, что... Не, ну, получается так, что женщина обеспечивает ему устойчивость позиции в настоящем. Какой степень так? Нет, нет, ты это... Говори, я сообщил. Да. И... Ну, да. А Марк Геррид Течер, которая единственная оказалась мужиком в большинственном правительстве, она обеспечивала прошлое, да? Перикл. А там же Тимошенко, он в Украине. Артем... Нет, для него не стандартная позиция такая ведь была. В целом, просто эта женщина уже с мужским типом мышления вышла. Все. Кто про что, а я про свою схему. Правильно ли я понимаю, что мужчина более деятельна, а женщина более осмысляющая? Может быть, они находятся на разных позициях вот этой вот схемы? Мужчины живут в настоящем, а женщины... Я понял, что они оба и деятельностные осмысляющие, но в разных смыслах этого сводится слово. Потому что, извиняюсь, конечно, но деятельность, которую любят мужчины, это что-то там сильно сделать, ну там завод, войнушку. Но деятельность, которую любят и делают женщины, привести все в порядок, там, начиная от Дума и Сына, заканчивая страной и планетами. Сделать и сделать. И в этом смысле они оба очень деятели, ну как бы, как оба могут быть ленивыми, впрочем. Но они просто действуют по-разному, и мыслят они по-разному. Мужчины сделают, а женщины делают. Женщины, ребята, мужчины изменить, женщины сохранить. Женщины, пожалуйста, и голодные. Хорошо, пожалуйста. Да, я хочу... Походу, это наши весы, а не потому что... Да, конечно. Значит, сейчас... Мой кусочек сообщения, потому что у меня как бы... Ирина Борисовна завершила, как бы, с удовольствием. И Сергей Борисович, обращаюсь к тому, что на первом книге два эзотические кризиса, я готов выдвинуть свою гипотику, что это за два кризиса. Значит, если кто был и присутствовал тогда... Помните, как неохотно мы приняли прателепатию, тем не менее. Да, было условное название прателепатии. Прателепатия. И тут пошло разделение. То есть, знаете, как раз здесь появились социотимы, та самая социологика. Появились тимы, разные типы информационного метаболизма. Потому что начало появляться эго, я. Так как были все включены в одну мысльчувственную вот эту сферу, то это был один, единый тим, скажем так. И вот это вот пошел перекос, и пошло в том числе и мужественные женщины, и женственные мужчины. Вот это вот постепенно, вот это сточет. Пошло, 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 потихонечку. Первым делом, при переработке информации внутри и наружу. Это первый кризис. А второй – это появление времени. Или как появление у человека понятия времени. Там оно началось. Хроношок? Нет, вопрос не хроношока. То есть как-то стали доходить при разделении, раз сочувствование, совместная сфера начала дробиться. На эгоизоляторы такие. Появились разные тимы. Пошли вот эти разделения полярности мужского и женства смазываться. А следующее, что я не готов сказать, это конкретно биологическое. Вот это вот это, да? В приходе человечество стало это появляться. Это моя демонстрация. А то, что мы утратили опыт в социальном мысли и чувствовании, это эго идет до сих пор. В том числе естественно и в сексе. Как ощутить связь с другими? Или с женщиной, конечно же. Мужина, женщина, женщина, женщина. Какой-то выше, чем словесная, какая-то визуальная. Отголозок это все время попытаться найти то, что потеряли. То есть в основе войны вот этой Афродиты лежит вот этот вот ад. Утрата вот этого мысли чувствительности. Или вообще утрата целостности. Да, утрата целостности, да. Можно назвать? Ну, я не назвал бы эту войну Афродиту. Ну, да. То, о чем мы сейчас говорим. Ну, кстати, в христианстве об этом очень много говорит Павел конкретно на эту тему. Ну, уделие Рай в таком случае это уделится и уже совсем. Нет, он все время говорит о том, что мужчины и женщины сами по себе нецелостны, даже с Богом они нецелостны. Ну, помните, вчера мы говорили о разрешенности связности, да? Потому что на сферу далеко, да, были такие протяжения, далеко. Вчера вот эта связность, связь, опять-таки вот этот воток бегалый, да? Да. У меня все, Геннадий Сергеевич. Ну, друзья, я очень только хочу сделать такое приключение. Да, мы с вами вернулись в предыдущий Феникс. И вернулись почему? То есть не сделали пока шагов. Я просто хочу зафиксировать ваше внимание, потому что мы не сделали шагов. У нас весь Феникс фактически крутился вокруг войны и в спуках игры Афродита, да? И тогда мы тоже с вами находились в плену бинарных противоречий и противопоставлений. И вот скажите мне, сами себе ответите на вопрос, зафигом половина народа все это повторяется. То есть, ну, бинарные вещи не работают, понимаете? Это две борьбы борьбуются. А сущие вытействуют. А сущие вытействуют, как говорит наш коллега Паякова. То есть, в данном случае, вот, наверное, стоит проанализировать проходы, которые были поверх бинарной ноты. Ну, иначе Аристотель сыграет с нами с мужиком. Ну, вы останетесь в мужском мире, мы будем вами манипулировать. Меня все устраивает. Нет, вопрос следующий. А почему за всю историю, я просто, это вопрос к нам всеми, к тебе. Почему за всю историю не было ни одного прохода в небедырной улице? Так вот, я вот как раз, Сережа, большое спасибо, я как раз к этому перехожу. Вы знаете, мы в этом году очень серьезно увлеклись и собираемся далее разворачивать свое увлечение, в том числе и на вас, производством антологий для компьютерных игр. Потому что, если заниматься производством антологий, их вообще неплохо бы, с точки зрения менеджерского подхода, положить туда, чтобы игры росли на мирах, а не мимо кассы, не в туда и просто берут стрелки. Ну, вот это. И столкнулись там с тем, что существуют миры, хорошо функционирующие на бинарной логике, и только один слабо как-то так был прорисован, еще не очень мы темой владеемся, Сережа, что был третий противник, и никто не знал, что с ним делать, и на какую сторону он в конце концов ставит, чтобы с нами против того третьего дружить. И вот это особенно смышление, которое сейчас бы хорошо бы нам с вами модифицировать в сторону той дополнительности, о которой говорит Африкадыч. И я очень признательно Алексу за его сборку, потому что он хоть третью точку нам наметил. Понимаете, бесполезно разговаривать о том, в этом хорошо мужчина, в этом женщина, женщина сюда, мужчина сюда, здесь рыбу заворачивали, здесь не заворачивали. Вот эти делают это, а эти это. Эти лучше то, пересеклись с зоной влияния. У меня первое было предуведомление, его опередила Лена, я тоже знаю менеджерский подход, он хорошо функционально работает. Вы знаете, можно схему парик нарисовать, я эту маленькую нарисую, как вы вспомнили, да? Вот здесь у нас ускорение будущее, ускорение инженеров. Вот здесь операторы, инженеры что-то придумали, операторы начали проверять. Здесь же сидят наши живущие люди и так далее. Здесь научники, здесь историки. Историки в широком смысле, то есть люди, которые живут в прошлом, в истории и так далее. Это все мужские позиции. Я просто разворачиваю Леночки на точку зрения по инструменту. У нас инженеры, это мужская позиция, а не женская. Несмотря на то, что женщины могут заниматься инженерией. Вот я занимаюсь, например, все нормально у меня. Женщины могут быть операторами-испытателями. Те, которые приживляют это дурацкое иное, которое в голову уступнуло какому-то инженеру. И занимаются, если не делом. Занимаются, это мужская. Испытатель. А женщины тут тоже есть. Историки, консервативные хранители традиций, тра-та-та. Их очень много. Это наши мамы, бабушки. Вполне себе. Тут и мужчины, и женщины. Это мужская позиция ответа за историю. Тут сидят и мужчины, и женщины. И в науке. Но Паревак рисует совсем другие штучки. Вот это Леночки на ответ Чемберлеву. А женские позиции другие. Понимаете, другие. Они не здесь. И не здесь. А как говорит Алекс, в разреженной связанности. А у нас пока научник бедный добежит до инженера. Вот в инженерной школе в Екатеринбурге у нас случилось чудо. Сюда стала тетка. Не мужик, а тетка. В эту позицию. И стала ученым каким-то образом говорить, рассказывать, связывать их дипломатам, быть о том, что вот инженеры эти, то есть они не фанатики ускорения. Они тоже как бы ничего себе и науки знают. И смотришь в одной аудитории, и себе тихо так вела себя. И в аудитории почти не появлялась. Вот предложила. То есть существует, вот Леночкин подход в чем хороший. Существует в бинарной логике еще много дефицентных женских позиций, о которых никто не знает. Мы живем сейчас в мире возрождающейся инженерии принципиально нового типа, не похожей на индустриальный. Я сама сказала очень хорошую фразу. Я помню у тебя презентацию. Возникла странная картина. Мужины вытеснили женщин со всех женских позициями матери-хранительниц, но при этом пустили их на всем... Совершенно верно. И смотрите, что произошло. Аберация всего того, что вы говорите, случилась такая, что вот тут народу дофига. И мужчин, и женщин тут везде есть. А вот эти позиции дефиценты, это позиции связывания миров. У нас мир сложный. Сложный мир наблюдателей-научников. Сложный мир инженеров, которые пересоздают вещи, иное создают. Сложный мир испытателей, тут и бизнесменов, кстати, уголовок. Сложный мир хранителей, те, которые живут, бытийствуют. А в чем тут новизны? Ничего, никакой новизны нет. Еще третьего элемента нет. То есть, если бы мы с вами решали задачу в бинарный лод, вот это решение. Аберация, вот здесь возникает сразу очень неприятный вопрос. Вот эта красная штуковина твоя повернутая, ну, пальковская, там очень странное что-то со временем. Вот сюда же возникает, например, первая позиция, это суперпозиция вне времени и будущего. Сережа, это сейчас не важно. Это важно, потому что мы здесь как раз... Это важно, когда будем эту схему рассматривать. Мы как раз здесь приведем к объемному времени. Смотрите, и мы там так хорошо жили. Это принято в нашем аристотельском мышлении. Взять еще, посегментировать, найти решение и еще развлекаться лет двадцать. А это не нужно. Вот вчера говорили о том, что эта тарелка разбита. Вот эта тарелка разбита, она прекрасна, ее нарисовал Павел. Мы на ней медитируем, положим сейчас сюда лингвистику сверху, инструменты, то есть и объекты, и субъекты, и дальше пару слов без падежей. Как нам сделать переход, что вот того нет, та тарелка разбита. Ее разбить надо, понимаете? Бинарные схемы надо разбить. Так. Не забирать из-за скола. Там ничего нельзя сломать. Вот. И найти вот это. А она разбита, нечего убить. А вы до сих пор ее то склеиваете, то подклеиваете и так далее. Никак не разогнули. Нет, все повторили одно и то же. Это было на фильме. Друзья, я хочу, чтобы случилось, чтобы мы помыслили не эту тарелку, а другую. А другой – это баланс. Треугольник – это баланс. Не противоречие мужчинам и женщинам. А баланс чего вообще? Вопрос. И у нас только есть один. Я утверждаю следующий тезис. Вот. Очень хорошо. Сначала Африканыч на русском фениксе первым назвал «Война Афродиты». Тут она и разыгралась у нас. Ну, кто помнит, да? Вот. Потом он как-то это обернул «Игра Афродиты». Я утверждаю, что мы не знаем, что такое «Игра Афродиты». Потому что у нас мозги замусорены тарелочками. Алекс намекает, говорит, это вот, как бы, такая телепатия, соединение мужчин и женщин. Тогда в чем? Африканыч говорит, женщина из соомыслительного пространства вообще выкинута. А у нее есть важнейшая роль там в понимании и так далее. Это, как бы, те новые фрагменты, которые нам надо собрать смысл. Нету мифа об игре Афродиты. Этой игрой нету этого смысла. Он не положен. Что такое миф? Придание смыслу? Мы пока не можем придать смысл игре Афродиты. Да на войне Афродиты нету. Нет, в войне можно. В войне уже передали смысл. Рассказали. Тенки воюют с мужиками. И спорят. И в мезолите это было неолите. Да хоть на планете Альфа Центабра. Там занят. Значит, еще одна добавка к презентации, которая не вошла в презентацию. Спокойно. Здесь вот есть война, игра и танец. Откуда танец взялся Афродиты? Дело в том, что, опять-таки, продолжая цитирование профессора, значит, если вы вспомните эпизод, когда Хоббиты пришли к Тому Бомбадилу, ну, когда он их спас, то там есть такой танец, когда Тому Бомбадил и его золотеника расставляли в посуду, ну, чтобы там, не помню, поужинать или что. У них этот процесс был в виде танца, и я сейчас попытаюсь точно процитировать, когда они выполняли движение, не касаясь друг друга, но, тем не менее, в результате этого танца все, что они хотели сделать, Том Бомбадил и золотеника, было сделано. Вот, мне кажется, может быть, на уровне метафоры вот так вот подойдет. Потому что танец — это формат игры. Это так описывается. Это особый формат игры. В результате как раз есть элементы соединенности. Мужчины и женщины. И мало того, что это соединенность, она имеет динамику, протяженность и развертку во времени. Совершенно верно. То есть это факт. И в результате достигался результат. Так это вот проба соединения реальности и действительности. Подойдут ли? Друзья мои, смыслом следующего мира, вероятно, является свобода. Потому что смыслом нашего предыдущего мира являются деньги и власть. Ну, это такое. Польза. Вот. Чего? Польза. Деньги и власть — это формы понимания пользы. А я услышала совсем не то. Отлично. Вот. И если у нас символом будет свобода, давайте окунемся в тот мир, когда совсем не было свободного времени. А потом оно вдруг появилось, да? Колоссальные породили социальные технологии и так далее. Ведь время куда-то надо заняться. Он рядом сидит. Он говорит, слушай, почему у староверов ничего такого нет? Все заняты. Все хорошо. Никакой вам не оправдит. Ну, в армии все заняты. Ну, вот. И так же. Но у нас, понимаете, а нам вместо свободного времени следующий мир предлагает свободу. Это то, чего никто не хочет. Там же выбор надо делать. Ну, конечно. Вообще. Решение принимать. Выбор — это в этом мире. А потом решение принимать. Решение, да. Но, тем не менее, этот мир уже пришел, судя по тому, что мы с вами обсуждаем. И нам надо как-то за это свериться. За решение. Вот этот вот, ну, я не знаю, миф или объект, игру Афродиты, нам хоть к описанию подойти. Во что мы играем? Кто вообще играет? Там играет мужчина и женщина? Пара играют? Или там они четверо играют? Может быть, у нас шведский вариант? Круповушка. Может, еще чего-то. Кто не против кого играет? А кто с кем играет? И во имя чего они играют? Ну, если мы это вот не нарисуем. И про детей. Дети. Тут тоже очень важно. Понимаете, в чем дело? Что если вот этого вот не будет, мне даже наплевать, в том, что в каком треугольнике эта игра? А может, тогда еще такой вопрос? Да. Что такое свобода? Каждый понимает, посмотрим. Да, потому что иначе хана есть. Здесь копнули все-таки первоисточник, что есть свобода. Значит, это настолько раздробительство, да? Потому что здесь еще вот что такое свобода? Мне кажется, мы должны дать переинтерпретацию. Потому что на этом слове столько навешано всего, что… Оно есть фрагмент. Оно есть фрагмент. Ну, отлично. Пять баллов. Мы вообще все фрагменты. Нет, сейчас оно есть фрагмент. Оно не смысл. Шерепова. Мне предыщение. Ребят, я могу понять, свобода в смысле той, которую выключили давал, например, Георгий Черновский. Отчасти свободой определяется неопределенность. Да у нас теперь мир предписаний. И есть мир писания. Когда я читаю Евангелие, я вижу в нем вызов сегодняшнего мира. Понимаете? А не предписание, в какую сторону мне молиться. И то же самое с Кораном и Торой. Вот это свобода. А также свобода не читать. Там сжечь Библию по Степанову. И пойти с любовью к Господу. Транслировать его через свое сердце. Или еще что-нибудь. Тут вот, ну, у меня такое, наверное, банальное восприятие о свободе. Ну, вот такое. Вот тут связано с неопределенностью почепности. То есть что? Мы будем сейчас убегать свободу. Да, игра возможна часть свободного мира. Я понимаю. То есть свобод, с одной стороны, это получается как некий избыток возможностей, но это избыток риска. Да нет, это избыток ответственности. Мы все перемотал. Лена, ну какой же там избыток? Ты просто принимаешь ответственность не размывая. Это не просто. Я с тобой согласна, это просто не просто. Я считаю, что вот такое свобода. Это еще рано. Сейчас мы резюмируем. За этим стоит смысл. Какой для Феникса стоит смысл? Основные упреки России со стороны остального мира, что в России нет свободы. Какой? Вот. Значит, если Россия построит иную свободу, это ответ остальному миру, осмыслить его существование. Они не признают эту свободу. Стоп. И мы решаем сейчас. О, вот это правильно. А с этого можно и начать. А ты, что мы на вопреки? Что-то мы не ориентируемся? Нет, мы никогда не ориентируемся. Мы не ориентируемся. Мы не ориентируемся. Я не хочу. Это дополнение. Дополнение или вопрос? Ну, не вопрос, а скажем, свобода физическая, свобода интеллектуальная. Это в процессе уже, когда пойдем на практике. Конечно, да. Потому что это дробится на миллионы. Из миллионов, где-то там. Ну, давай дополните. Физическое, это как два направления. Что такое? Выйти по курсу? Нет. Это само собой. У меня дополнение маленькое. Мы, по-моему, с войной Афродиты на самом деле уходим в такую тупиковую ветку. Если есть целое, то есть мужчина и женщина как целое, и они появляются как целое, когда вот действительно нужно действовать, когда давление какое-то идет. Сколько появилась возможность на кого-то перепихнуть решение, начинают разборки с гендерным вопросом. Но не было ни во время войны, ни во время многих других событий вот этой проблемы. Была проблема, как удержать семью, что-то создать, никто ничего особо не делил. Может быть, высоколобы интеллектуалы, которым уже тогда можно было ничего не делать и занимались этим, но 99% тех, кто что-то создавал, они жили в другом формате. И не было проблемы мужской деятельности, женской деятельности. Были более простые вещи. И как только мы уходим в войну Афродита, мы консервируем ситуацию, когда мы никуда не движемся. Ну, проще заниматься мужскими и женскими противоречиями, нежели принять решение о том, что надо что-то сделать. Игорь, 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 я с тобой согласна. Единственное, что я должна тогда тебе сказать о следующей вещи, которые мы с Сергеем Борисовичем приняли как стратегию. Нам удалось повлиять немножечко с войной 0,7% на то, чтобы предотвратить войну на Дальний Восток. Я думаю, что мы повлияем на то, чтобы предотвратить войну, которая будет между Россией и Америкой в 2015 году. По крайней мере, положено на это. Жизнь мысли существуют. После таких двух успехов с войной 1926 года мне тоже справимся. Скажи, пожалуйста, на уровне вот такого напряжения, я во всем с тобой согласна, этот тезис очевиден. Окажется ситуация, когда люди должны будут, ну, может быть, в страхе перед войной выращивать новый мир. И там будет жить эта игра, Фроди. И поэтому придется не война, Фроди, а игра. И это тот локус будущего, который надо проращивать. Это то, что сказал Африканыч, что если в России нет свободы, то мы вот тут построим другое. Понимаешь, это наш локус. Нам очень близок образ Богородицы. Нам очень близок образ мудрости Василисы Премудры. Но это только фрагменты, как правильно говорит Слава. Нет еще целого. Это целое желательно. Хотя бы прикоснуться к нему. Построите. Потому что все это остальное, менеджерские, палеотивные меры. Занять людей дипломатии, женщин дипломатии, это не решается. Или мы уходим в войну. Да, у нас война по плану. В 15-м и 26-м успеем утилизировать твою парадигму. Все, я закончу. Все, перерыв. Хорошо, говорите сейчас. Спасибо, вы бесконечно. Хорошо, значит, перерыв. Во-первых, хочу огорчить сильно Игорь Яковлевич. Хочу сильно огорчить Игорь Яковлевич. Война в этой ситуации вообще не связана с гендером. Никаким образом. И с безопасностью только. Как это? Когда Гумилёв пришёл к выводу о том, что на свете есть пассионал, он не исходил из того, что проявляются периоды пассионалов в 30-х лет, а в остальных моментах ее нет. Здесь то же самое. Это один из скрытых параметров, которые фиксируют большую часть истории. В некоторые моменты его просто легче увидеть, но он есть во все остальные. Это напряжение во времена войны и всего прочего. И это классический скрытый параметр, его нельзя не учесть. К сожалению. Второй момент. Относительно ситуации, которая образовалась на фрукшном фениксе. Когда, я напоминаю вам, мужчины пытались в ходе реактора объяснить, что они хотят мир и возможности как можно быстрее, на что женщины сказали, что она, собственно, война совершенно устраивая. Возникла очень необычная картина. Поскольку женщины старше, мы уже договорились, они менее инфантимы, они, разумеется, выигрывают в войну. Но сам по себе факт, что они в ней участвуют, это уже большая победа мужчин. В этом плане безнадежность ситуации заключается в том, что мужчины не могут эту войну выиграть, а женщины не могут казаться ко счастью в ней. Поэтому обе стороны... Неприятность ситуации заключается в том, что обе стороны заведомо проигрывают. Но неприятность заключается в следующем. Говоря термин «игра», мы пользуемся тем, что в русском языке у нас один термин «игра». Английский уже имеет два, «плейгейми» они разные. Я к тому, что слово «игра», мы это сегодня выяснили еще в начале, когда собирали в предыдущий день. Для мужчин и женщин различны. И мужчины будут стремиться в цену женщин в свою игру, а женщины в свою. И две версии этой игры получат такую борьбу за мир, что камня на камне не останется. В этом плане с концепцией игры все не так уж и просто. Поэтому какая игра, мужская или женская, это очень интересный вопрос. И третий момент, насчет того, что говорил Алекс по поводу телебратии. Я обращаю внимание, что два фантастических произведения сильно прогулялись по этой теме. Неукротимая планета, когда приехавший ЕЗО, вежливо объяснил периодом, что им кажется, что они живут. А они реально, вот уже какое поколение, воюют с биосферой планеты. Они, конечно, умнее, но биосфера больше. Вот это та же самая ситуация. Они-то тоже не знали, что у них война. Они считают, что они просто живут в негастерином мире и выживают. А то, что против них воюют, они просто на артрине не понимают. Когда я ЕЗО объяснил, они попытались эту войну выявить. И вот это все помнят. Такая атака периметра, которой еще никогда не было. И в этом плане я просто к чему, собственно. Там интуитивно эта ситуация описана, и описан способ решения. Как и описано то, что это решение, но очень сильно не для всех. Это в том числе тоже честно сказано. Большая куча период просто улетела. А те, кто там остался, извиняюсь, все-таки учился довольно печально. Напоминаю про третью книгу. А второй момент. Слово «фрагмент», в котором мы тут регулярно и справедливо бросаемся, в другом значении, интересно, обыграно у Винджа, в половине над «безда», где рассматривается коллективный разум целых стаи. Отдельный элемент стаи – это фрагмент. Разум – это единое целое. Возможно вот сведение о идее и телепатии, но придем к выводу, что третьим в этом решении является создание, ну вот, не знаю, из двух шек можно назвать стаи, но в общем стаи. В которой имеется коллективная психика, единая коллективная за счет, в том числе, это самая простеревация. И в этом случае, вопрос о правах фрагмента, типа, а у фрагмента мужчины какие-то права? В общем, ребята? Это что, права моей правой руки, да? Свобода моей правой руки. Из серии «Онегдов». Может быть, вот в этой зоне проходит инженер. Я к твоему. Михаил Буровинк, липы. Продолжение следует...